19 часов 4 минуты в российской столице, Финам-ФМ, у микрофона Юрия Пронько, начинаем вечернюю интерактивную программу «Реальное время». Сегодня тема программы «Болотная год спустя». Что дальше? В общем-то, все мы понимаем, такой достаточно серьезный временной лаг прошел. Высказываются разные мнения, разные позиции. Есть и положительный момент, как то формирование Координационного совета российской оппозиции. Я думаю, сегодня с моими гостями мы найдем еще немало положительных моментов за истекший год. Ну и поговорим о перспективах. А на самом деле, прежде чем представить гостей, вот я вам очень коротко могу сказать. Сегодняшний день для меня ознаменовался несколькими событиями. Пункт первый. Один из моих очень близких, знакомых, сразу могу сказать, очень упакованных, знающих нынешнюю власть более чем, решил уехать. Он мне позвонил, без сожаления сообщил о том, что он уезжает в Вену. С ним подписали контракт, он будет там преподавать. Очень хороший человек. Еще раз обозначаю, очень упакованный, интеллектуал в полном понимании этого слова. Не член партии ныне правящей, никак с ней не связанный. А на мой вопрос, что так был ответ дан. Юр, страна окончательно впала в маразм. Вот это является побуждающим мотивом для этого упакованного человека. Второй момент. Я приезжаю на работу, и что я вижу? Я вижу прямую трансляцию, как сварщики сваривают у нас трубы. У нас теперь эпохальное событие. Южный поток, огромное количество гостей, все в прямом эфире происходит и долбится. При этом никто не задается вопросом, что есть очень большая проблема с наполнеемостью этого так называемого южного потока. Но реляции идут такие. Причем, знаете, фоновая музыка советская. Я в Твиттере написал, что за 12 лет стабильности не смогли ничего придумать. Вот эти все наши деятели, которые рядом с властью, во власти, где-то между и так далее. Ну и третье событие, это происходящая так называемая реформа в Москве или реформа по-московски. Она касается трех направлений. Образование, здравоохранение. И сегодня я получил просто потрясающее письмо. У нас, внимание, слушатели и гости. Сейчас гостей я представлю. У нас детские театры решили слить в вертикально интегрированный холдинг. То есть, понимаете, когда нет сменяемости власти, когда нет подконтрольности власти, она даже не слабоумием страдает. Это нечто большее. Здесь, в московской студии Финам.ФМ Дмитрий Гудков, депутат Госдумы России, член Координационного сайта российской оппозиции. Дмитрий Вечер, добрый. Добрый вечер. Сергей Ширгунов, главный редактор портала «Свободная пресса», писатель, мой коллега-журналист. Сергей Ратвит. Добрый вечер. Значит, напомню, средство коммуникации для слушателей. Многоканальный телефон 651099, 6 код Москвы 495. Звоните в финам.фм, портал в интернете для ваших писем. Там же идет уже и прямая веб-трансляция. Можете писать, задавать вопросы, высказываться и, собственно, отвечать на вопрос, болотное год спустя, что дальше. Можете пользоваться и моим личным аккаунтом в Твиттере, направляя туда свои письма. Господа, я же неспроста вот эту сделал преамбул. Это вот такой срез дня у меня, сегодняшнего дня. Значит, знакомый уезжает. Вена, замечательный город, загнивающая, стагнирующая Европа. Человек уезжает. Ну, это личный. Значит, южный поток, эпохальное событие. Газ, сырьевой придаток не только Европы, не только Китая, но теперь и Турции. Я так понимаю, с далеко идущими последствиями, которые никто не собирается обсуждать. И вот третье, это то, что меня вообще выворачивает наизнанку, это реформа социальной сферы. Она реальна. Это происходит. Сергей. Кстати, что касается реформы образования, сегодня мы дали на сайте Свободная пресса большое письмо преподавателей филологического факультета МГУ. Все без исключения подписали. Слушатели, я отсылаю к этому тексту. Действительно, филологи бьют тревогу, потому что сейчас нерентабельными, лишними, собственно говоря, такими козлищами, которых нужно отделить от овец, объявлены все гуманитарные вузы и кафедры. Вопрос в том, как далеко зайдет эта образовательная реформа. Проблема, опять-таки, в том, что, как говорится, специалистов не спросили. У нас уже были подобные нововведения, когда пытались ввести образовательные стандарты. В общем, по пути... А как вам объединение детских театров? По пути варваризации следуем стремительно. Да, и с этим абсурдом, конечно, тоже было бы интересно разобраться. Вот сейчас от тебя услышал. Это потрясающе. После эфира я тебе покажу письмо, которое мне пришло. Я думаю, что проблема всех этих бесконечных и безумных новшеств, этой попытки оптимизации и стремления к так называемой эффективности за счет граждан, причем зачастую за счет лучших людей страны, самых образованных и достойных, может быть, подвижников, которые и так получают смешные копейки. Все это действительно сводится к тому, что с людьми не считаются. Поскольку нет заступника, ведь нашему человеку всегда нужно, да и любому, в любой стране, чтобы было куда, можно было обратиться, прийти, задать вопрос, и чтобы кто-то тебя защитил и отстоял твои права и интересы. Если у нас не срабатывает судебная система, если законодательное собрание всех уровней от малых парламентов до самого главного, к сожалению, тоже демонстрирует свою абсолютную, так скажем, управляемость, по сути, марионеточность, то человек оказывается вот перед этим открытым космосом, где дышать невозможно. Поэтому все те вопросы, все те унизительные обстоятельства, которые год назад заставили огромное количество наших соотечественников высыпать на улицу, не сняты и, к сожалению, усугубляются. Дмитрий, вот смотрите, вот несмотря на Болотную, да, вот год уже, и после Болотной были чистые пруды, а потом было и Сахарова и так далее, и так далее, потом была Болотная 6 мая, да, когда власть действительно впала в маразу, вы меня простите, но то, что я сейчас вот вижу, да, это какой-то сюр, вот просто сплошной, причем ежедневный. Вы пропустили еще одну коронную фразу сегодняшнего дня, когда Медведева задавали вопрос по поводу Сердякова, помните, что она ответила? Что оказывается, когда тебя позорят по телевидению, это совсем не повод человека сажать. Я подумал, ведь действительно у нас все наоборот. У нас сначала сажают, а потом начинают позорить по телевидению. Вот эта для меня фраза была сегодня просто удивительная, фееричная такая. Что происходит? Я думаю, что такая агония и подготовка к перезагрузке серьезным переменам. Знаете, как вот мобильный телефон, когда ты год им пользуешься, вот он у тебя под конец, когда уже надо менять телефон, он у тебя начинает глючить, зависать постоянно. Вот с моим только что примерно это и произошло. Я понимаю, что телефон надо менять. Я думаю, здесь все то же самое, перемены скоро наступят. Я в это верю, хоть я там оптимист, давайте спорить с этим, но я верю, что они наступят в течение года полутора, ну двух это максимум. Вот система просто, она начинает глючить, ее начинает там, не знаю, бросать в разные стороны. И с каждым днем, мне кажется, людей, которые, вот, наверное, смотрят телевизор и крутят у виска, становится все больше и больше. Может быть, пока они не видят какой-то альтернативы, но у нас эту альтернативу-то и не показывали 12 лет ни по какому телевидению. Но все равно интернет развивается. У нас сегодня, посмотрите, 45 миллионов человек каждый день заходят в интернет. Прирост 10-15%. Вообще, я думаю, что вот этот год, протест, это результат 12 лет. Мы жили, был такой общественный договор. Занимайтесь бизнесом, там, хотите, ездите, отдыхайте там в Турцию, свободно перемещайтесь, но в политику не лезть. Хотите свалить, сваливайте. Да, можете там приезжать, уезжать, но в политику лезть вам нельзя. Мы вам будем показывать, значит, там, Путина, Медведева, еще там 5-7 человек по телевизору, по первому, второму каналу. Вот, сами будем тихо там пилить деньги. Ну вот, вы нам только не мешайте. И, а, ну, 12 лет прошло. У меня 12 лет назад дочь родилась. Сегодня у нее метр, там, 75 уже. То есть я даже вот... В папу пошла. Я там, конечно, я, может быть, дедушкой уже скоро стану. То есть целое поколение сменилось. Люди уже, то есть монополия, вот, зомби-ящика, она была разрушена. Люди, по крайней мере, получают информацию объективную. В результате вот этой технологической революции с развитием интернета появился новый запрос. Во-первых, на перемены, на обновления, на, там, независимый суд, честный парламент. То есть люди захотели участвовать в политике, в политической жизни страны. А им не дают. Самое главное, что произошло в прошлом году, почему вот именно люди вышли 10-го числа. Потому что была хоть какая-то надежда. Да, там, партии, понятно, не пустили многие. Но кампания «Голосуй против жуликов и воров» давала очень многим надежду на то, что монополия Единой России будет разрушена. И многие люди, которые никогда не ходили ни на какие выборы, почему-то вот объединились, поверили, пошли в наблюдатели. И в итоге все равно закончилось вот этими фальсификациями массовыми. Люди поняли, что их просто обманули. А дальше еще 24 сентября. Когда еще хоть какая-то надежда была на то, что будет обновление, там, пусть даже Медведев останется. Ну, по крайней мере, все-таки это будет уже новая политика. Второй срок давал возможности, по крайней мере, надежду и мне, и вам, я помню. Вы писали в своих блогах на то, что там Медведев станет самостоятельным во время второго срока. Я понимаю, что сейчас многие, наверное, ругаются и критикуются. За поддержку Медведева я до сих пор мне икается. Конечно, но все равно у многих людей же тогда была надежда. И все, и вот все рухнуло. В один момент люди вышли на Болотную площадь и увидели, что о таких, как мы, очень много. Я же помню вот эти эмоции. Когда я шел с площади революции, за мной там было тысяч пять или десять, наверное, не знаю, но, в общем, очень много людей. И вот мы выходим на Болотную, поворачиваем, заходим с моста, я смотрю и чувствую, все, вот они, начались перемены. Я просто был счастлив тогда. Ну, вот почему я не разделяю этого оптимизма, об этом сразу после краткого выпуска новостей. Здесь Дмитрий Гудков и Сергей Ширгунов. 19 часов 17 минут в российской столице. Это реальное время в Финам-ФМ. Болотная год спустя. А что дальше? Здесь Дмитрий Гудков и Сергей Ширгунов. Письма на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. 65 10 99 6, код Москвы 495, телефон многоканальный. Пользуйтесь всеми средствами связи, задавайте свои вопросы, либо высказывайте свои мнения. Дмитрий, вот смотрите, вы говорите там, я почувствовал тогда оптимизм, я увидел эти тысячи, десятки тысяч, вышедшие на первое болото. Это действительно было для многих сюрпризом, реальным сюрпризом. Что люди встали и вышли. Но, вот как вы считаете, дальше вот этот подъем, эта эмоциональность, она не ушла в песок, в свисток, куда угодно. То есть вот по факту, по факту, Дума сформирована, она принимает те решения, которые считает необходимыми принять. Судебная власть, как была такая, осталась, ничего не поменялось. Уголовные дела заведены, новые какие-то расследования проводятся СКР. И что, вот понимаете, где тот, где та соль, за которую вот действительно можно постоять и сказать, мы были правы, когда год тому назад вышли на Болотную? Ну, смотрите, в любом случае, начиналось все с эмоционального протеста. И надо быть просто наивными, что вот сто тысяч на улице сразу все изменят. Невозможно этих жуликов оторвать от огромных там денег, которые они постоянно пилят. Только потому, что вышло сто тысяч человек на улице. В любом случае, это борьба там не на один год, не на два и не на пять. Это будет долгая борьба. Это борьба даже не только против воров и жуликов, как это начиналось. Это борьба за страну и за сознание многих граждан. Ведь там часто говорят, ну вот, хорошо, вот мы вышли, а что дальше? Что вы будете делать, у нас спрашивают. Я категорически вообще против такого подхода. Что значит мы? Мы что, волшебники, что ли, какие-то? Все изменится только тогда, когда сама страна и общество поменяются. Ведь 4 марта были президентские выборы. И несмотря на все фальсификации, все равно там процентов 40, больше, наверное, даже 45 за Путина проголосовали. Не 66, конечно, но 45 проголосовали. Может быть, 48 проголосовали. И как раз наша задача донести до людей информацию. Наша задача сделать, как бы, просвещать граждан, чтобы они знали, для чего нужно честный выбор. Знаете, чем закончится просвещение? Сейчас будет Сергей Ширгунов. Вот у меня был вчера феерический эфир, который закончился звонком одного из слушателей. Демократического царя. Да. Вот понимаете? Ну вот надо людям объяснять. Это даже не каша. Я понимаю. Это нечто вообще страшное. Ничего страшного. Ничего страшного. Объяснить можно очень быстро. И здесь надо... Все-таки короткие итоги можно подвести. У нас есть выборы губернаторов, пусть с фильтрами. Сначала, кстати, фильтров не было. Если бы в марте тогда народ бы вышел, то не было бы и фильтров. У нас появилась возможность создавать новые партии. У нас, в принципе, разрушена вот эта информационная блокада, которая была раньше. Конечно, появились вот эти мерзкие программы типа анатомии протеста. Но, тем не менее, все равно, ну, уже узнаваемость появилась федеральная у лидеров протестного движения. Там акции показывают. Плюс все-таки людям удалось научиться использовать эти новые технологии. То есть там нужно помочь политзаключенным. Люди скинулись. Через интернет собрали деньги на адвокатов. Нужно там сцену, так сказать, организовать на митинге тоже. Есть возможность эти деньги собрать. Не нужно никаким спонсорам ходить. То есть, ну, появились, скажем так, группы по направлениям. Сейчас есть группа, например, в КС, готовит следующую акцию. Есть люди, которые занимаются именно помощью политзаключенным. Есть группа, которая будет за финансы отвечать. Ну, не буду просто говорить в подробности. То есть подъем не ушел в песок. Он не ушел в песок. Он просто начинает приобретать новые формы. Конечно, при этом у нас, там, сколько, больше 10 человек находятся в местах не столь отдаленных. И мы будем делать все для того, чтобы их освободить. И поэтому для этого, ради этого мы должны все 15 декабря выйти на улицу. Потому что власть боится этого массового протеста. То есть есть, с одной стороны, какие-то перемены. Пусть это будет пока еще не совсем прям честные выборы и прямые выборы. Но, тем не менее, все равно чуть-чуть мы сдвинулись, мне кажется. По крайней мере, нам удалось объединиться. Если раньше оппозиция, она была там, были отдельно там левые, отдельно либералы. Каждый там работал на себя. Сейчас все-таки мы научились объединяться. Мы научились вместе работать. Теперь будем работать в регионах, проводить такие же выборы в Координационный совет. Посмотрите, сколько новых лиц появилось в политике. Да, пока там их не знают, может быть, где-то там за пределами Москвы и Питера. Но только начало, год прошел. Что вы хотите-то? Чтобы там все изменилось сразу за один год. И мы поменяли там плохого президента на хорошего. Да невозможно это. Страна должна поменяться. Каждый должен измениться. Сергей Ширгунов. Я не такой оптимист. С чего бы начать? Ну, на самом деле, я думаю, что всегда важен конфликт. И то, что власть не пойдет на принципиальные уступки, было мне ясно с самого начала. И, в общем-то, происходившее сначала на чистых прудах, потом в других точках Москвы. Это все было таким стихийным бунтом, который не увенчался прямым успехом. Но я соглашусь в том, что, пожалуй, ярко проявилась солидарность. И не последнюю роль здесь сыграли социальные сети. И теперь в самых разных проектах, в том числе по спасению людей, в каких-то благотворительных историях и созидательных, да, конечно, стали более налаженными эти механизмы взаимодействия. С другой стороны, черные списки на телевидении частично превратились в серые. Ну, вот это, пожалуй, и плюс еще какая-то такая, в общем-то, фальшивая косметическая реформа, в результате которой партия Рыжкова получила одно место на выборах в Барнаульскую думу. Ведь вопрос выборов – это вопрос реальной конкуренции и допуска реальных сил, а не мельчения их на множество фиктивных партий. И совершенно понятно, что реальные игроки все равно не допущены к избирателю. Пускай у нас страна и охвачена интернетом, но лишь единицы у нас настолько политизированы, чтобы посещать специфические и специальные сайты и там получать альтернативную информацию. Конечно же, нет. И поэтому последние президентские выборы, если бы не было по всем каналам не оплаченное кандидатом время бесконечных фильмов о «Вставшей с колен» стране, могли бы быть совершенно другими. И совершенно понятно, что любая игра с Шулером оборачивается всегда в его пользу. И если есть абсолютный контроль над информационным потоком, и СМИ у нас давно уже выполняют роль СМАП, было такое хорошенькое словечко, то есть средство массовой агитации и пропаганды, то конкуренция здесь в известном смысле бесполезна. Я, конечно, противник отмороженности. И это, эти мои упреки, я бы здесь много мог бы упрекать оппозицию и за некоторую оторванность от реалий, и за некоторую гламуризацию протеста, и за безусловную аффилированность с властью в разных вещах. Потому что наша несистемная оппозиция очень быстро превратилась в системную, когда запахло жареным. Сергей, ну-ка, поясните. Об этом? Да. Ну, пожалуйста. Ну что ж, мы разве не наблюдали, что сначала был конфликт, сначала были чистые пруды, потом люди пошли по улице Мясницкая, их разогнали. Благодаря этому конфликт стал разрастаться, а то бы и пришло опять там столько же, 7 тысяч человек. Люди свежие, первый раз стали выходить на улицу на, значит, Триумфальной площади, стали их задерживать, там уже по тысячу каждый день. И мои знакомые, нормальные мужики из окрестных регионов, стали съезжаться в страну. Это была возможность, конечно, броска. Вряд ли победного, но когда власть могла начать считаться. Не подумайте, что здесь я полностью выступаю с позиции Лимонова или Прилепина, но я считаю, что, безусловно, факт остается фактом. Произошли кулуарные договоренности, встречи, сейчас это уже описано, распивание спиртных напитков с деятелями власти. И ряд людей решили, такого вот как бы либерально-официозного толка, решили это все дело прикарманить. И, соответственно, управлять им, этим процессом. Поэтому они и дистанцировались от 6 мая, когда произошла провокация. Их там практически и не было. Поэтому они под копирку и писали заявление о том, что вот это случившееся, это два шага назад. И эти люди по-прежнему контролируют протест через аффилированные с Кремлем несколько либеральных СМИ, которые все равно, если опять запахнет жареным, направят людей в удобное для власти стойло. Но это, я говорю, не обвинительно даже. Значит, такова ситуация, значит, таков исторический процесс. Других писателей нет. Да, значит, вот эта объективная картинка реальности. Это не означает того, что там для протеста все потеряно. Это означает другое. Сама власть должна призадуматься. Не толкает ли она общество к страшным сценариям? Невозможно ли в итоге великие потрясения? Не могут ли родиться в итоге вот из этой странной разночинной среды, которую зачем-то обозвали креативным классом, увы, одиночки и мстители? Не приведи Господи. Но, к сожалению, когда человек сталкивается со стенкой, когда протест заканчивается автозаком, который превратился в единственный социальный лифт, когда речь идет уже о поколенческом конфликте, то есть вот мы, да, мы все схватили, мы наложили свою когтистую лапу на все на свете, а вы давайте там паситесь в сторонке. Вот этот страшный, он и стилистический, он и относится к возможностям реализации личности. Вот этот конфликт никуда не делся, он углубляется и нарастает. Поэтому мы видим, например, сейчас очередную дичь и глупость власти. Сигналы. Ведь что стали опасаться там наверху? Раньше было несколько сот человек, которые выходили на улицу. И чудесное заграждение на Триумфальной, где проводились псевдоархеологические раскопки, было таким прижизненным памятником поэту Савянко Лимонову ниже памятника поэту Владимиру Маяковскому. Потом, почему запрещали? Потому что есть понимание, что в России, если разрешить выходить там нескольким сотням, по их правилам, тогда, когда они захотят, потом их могут быть тысячи. Собственно говоря, год назад мы увидели, что может быть несколько сот тысяч человек. И, конечно, власть не могла сразу посчитать. И, конечно же, это был в том числе идеологический вызов, потому что вышли люди разных взглядов. По сути, вышла вся Россия. Я знаю огромное количество там консервативных людей, которые потом уже стали наоборот как бы плеваться на оппозицию. Но сначала вышли все люди разных убеждений, потому что вот дальше в условиях этой беспочвенности, этой тотальной коррупции, прежде всего коррупции совести, находиться было невозможно. И тогда заработали и политтехнологи власти. Сначала протест купировали, потом постарались расколоть, сказать, что есть большая страна, есть кучка мажоров, потом, значит, популярные фигуры... Как мне не хочется прервать Сергея Шаргунова, но мы это сделаем, идем на новости, потом продолжим. 19 часов 31 минута. Реальное время Финам ФМ. Болотная год спустя. Что дальше? Дмитрий Гудков и Сергей Шаргунов у нас сегодня в гостях. Звоните, пишите все средства коммуникации к вашим услугам. Сергей, все-таки мысль закончится. Да, заканчиваю мысль. Значит, и впоследствии, увидев, что на демонстрацию выходят люди разных убеждений, а я как раз наблюдал такие замечательные, просто картинки передвижников, как некоторые, попытавшись приватизировать протест, пытались отсечь. Я помню, там стоял советский адмирал такой, и один либеральный журналист, который попытался возглавить митинг, говорил ему, иди отсюда, свинья. И слезы текли по щекам этого адмирала. Но я никогда не буду называть здесь фамилии. Просто это тоже было некое задание. Ни в коем случае не допустить превращение этого протеста в истинно народный. Вот народничество – это то, что пугает многих. И поэтому возникло поклонное, куда спешно позвали Кургиняна и прочих людей, сколько бы над ними не смеялись, либеральные журналисты, но которые зачастую высказывают вполне популярные в народе мысли о социальной справедливости, о проблемах 90-х, о распаде страны. И недаром Кургинян со счетом 90 против 10 побивал своего оппонента за год до этого. И поэтому власть, не имея никакой идеологии, кроме идеологии наживы, постаралась стремительно опереться на группу лиц. Например, достойнейший на самом деле человек и пользующийся уважением в обществе Станислав Сергеевич Говорухин стал главой предвыборного штаба Владимира Путина. А обществу сказали, а оппозиция – это Ксения Анатольевна Собчак. Как бы я лично к ней не относился, но таким образом была проведена такая простейшая политтехнологическая игра, при которой люди подумали «Ой, эти еще хуже». Дальше началась история оппозиции и церковь. Русский человек, будь он трижды атеистом, все равно в душе испытывает почтение по отношению к церкви. А либеральные СМИ, аффилированные с Кремлем, с его подачи стали раскручивать эти темы максимально, причем умышленно, провокационно сталкивая людей и подсвечивая то, что откровенно дискредитирует оппозицию. Ну и так далее. И вот сейчас мы и пришли к этому печальному зрелищу. То есть власть, испытав определенную растерянность, быстро провела. Когда мы видим две силы. По сути, да, власть по-прежнему грубо играет на неких настроениях народных. Так называемая оппозиция отсечена от реального информационного влияния. Есть как бы некоторое такое государство в государстве, и задача власти превратить все это в секту. Не случайные репрессии против так называемых леваков, потому что новые реформы в области ЖКХ, возможно, надвигающаяся тяжелая волна экономического кризиса, значит, очередная волна приватизации, ухудшение, на самом деле, уровня жизни в стране, общая криминализация. Все это, конечно, на повестку ставит социальные вопросы. Поэтому необходимо дискредитировать единственного такого народного парня, Серегу Удальцова. Поэтому его сотоварищи, по липовому делу, отправлены в замок Лефортово. И я думаю, что власть, в общем-то, постаралась их испачкать в глазах народа. Главное отсечь все популярное. И дальнейшее развитие событий будет по отсеканию всего того, что может войти в резонанс с сознанием большого народа. Но все-таки я отчасти оптимист, потому что, повторяю, есть поколенческий конфликт, есть интернет, есть колоссальное количество поводов для недовольства. Это проблемы криминализации, это отсутствие судов, это неконтролируемая миграция, это плохой уровень жизни. Все-таки у нас десятки миллионов за чештой бедности. И те, кто живут более или менее, но они понимают, что им некуда податься, и об них вытирают ноги. Поэтому ощущение несправедливости все равно чревато для власти новыми потрясениями. И через некоторое время, увы, для власти, и не дай бог для нас всех, потому что неизвестно, чем это закончится, возникнет новый повод, когда неизвестно, сколько людей открыто снова выйдут против власти. Их может оказаться больше, и последствия могут оказаться страшнее. Это Сергей Шаргунов, и вот это Дмитрий Гудков. Добавлю оптимизма теперь. Да, давайте оптимизма добавляйте. То, что Сергей сказал, по-моему, было ожидаемо, потому что во власти тоже умные люди, которые прекрасно просчитывают. Как и в каких там историях показать лидеров протестного движения, чтобы это все скомпрометировать. Это было абсолютно понятно. С учетом их возможности, зомби-ящика и так далее, они это сделали, и, можно сказать, в чем-то даже им удалось добиться успеха. Конечно, с одной стороны показывать Говорухина, с другой стороны анатомию протеста, ну, рано или поздно это все равно бы привело вот к такому отношению, о котором Сергей сказал, к лидерам оппозиции. Но здесь проблема-то в том, что во власти вот эта вот такая пелевенщина, да, поколение 90-х, они привыкли решать все с помощью пиара и политических технологий. Они всегда все решали с помощью пиара. Вот сейчас с коррупцией бороться, давайте мы сейчас накажем, там, уволим Сердюкова, посадим каких-нибудь там двух женщин, вот, расскажем всем и будем с заклинаниями с коррупцией бороться. Вот они думают, что можно с заклинаниями решить как-то проблему. Наверное, они верят, что действительно сейчас все обрадуются и скажут, какой Путин молодец, вот видите, он там взял и своего министра, там, близкого уволил. Там, не знаю, с пенсиями, они тоже решили взять накопление, отдать на текущие выплаты, чтобы через 3-4 года мы опять попали в яму, в эту демографическую. Там, ЖКХ все разваливается, они опять там какие-то истории нам рассказывают с телеэкранов. Ну, на самом деле, все, этот ресурс себя исчерпал. Надо прекрасно понимать. Но никакими пиар-технологиями они ничего решить не могут в долгосрочной перспективе. Да, можно взять, там, Гудкова, Удальцова, там, Навального, я не знаю кого, там, Ксению Собчак, и рассказать, какие они мерзавцы, ходят они в посольство, там, Соединенных Штатов, получают деньги или зарплату. Ну, кто-то сначала поверит в это, да. Вот. Кто-то, наверное, некоторое время будет, ну, тоже, там, плевать в экран при виде наших, там, лиц, которые будут в определенном свете показывать. Но когда они выключат телевизор, пойдут, там, в магазин, я не знаю, на работу, они будут также сталкиваться со всеми этими проблемами. Они также увидят, что никакой борьбы с коррупцией нету, потому что вот как вот это вот Иванов, там, чиновник или Пупкин воровал, там, деньги ездит он на самых крутых, там, автомобилях, так и продолжает ездить. Там, а этот прокурор, там, он с ними заодно, у него, там, дочка учится в Америке, все об этом знают. Еще они, там, ходят в баню и заказывают себе проституток. Ну, к примеру, я говорю, да. То есть в краткосрочной перспективе, да, рейтинг может чуть-чуть подрасти, а в долгосрочной перспективе он рухнет потом, просто еще сильнее. Это, вы знаете, такое напоминает мне вот это снижение доверия к власти, к политической системе, движение воздушного шара с дырявым шаром. Когда вот он летит вниз, там, в корзине, вот эта вся команда, там, Путина, Медведева, я не знаю, кто там, все они там. А он, ну, как-то вот падает, и надо что-то сделать, сбросить, избавиться от балласта, чтобы шар все-таки не разбился. Они взяли кого там? Золотые крендели всех достали в Думе. Давайте вот Кнышова вытащим туда вот, сбросим его. Кто там еще? Так, Сердюков, давайте Сердюкова. Скрынник, Скрынник сбросим. Вроде не падаем пока. А все равно шар-то дырявый. Там чуть-чуть изменилась погода. Мне кажется, мы все заинтересованы, чтобы шар-то не шарахнулся. Конечно. А он шарахнется, если они будут себя дальше так истить. Я о том же, поэтому основная часть моей речи была адресована властям. Я могу сказать, опять-таки, все там обсуждают, не знаю, давайте возьмем Собчак, вот она самый яркий пример. Понятно, что там люди, которые раньше знали ее по Дому-2, наверное, негативных не относятся. Но если человеку дать ему слово, она расскажет о своих представлениях о жизни, какие реформы нужно сделать, как там изменить нашу судебную систему и так далее, то с учетом ее узнаваемости, ее вот этот вот антирейтинг, он рано или поздно может превратиться в рейтинг. Это вот все, кто занимался выборами, прекрасно знают, что гораздо проще раскручивать известных лиц, даже если у них есть какой-то антирейтинг. Тем более, никакого жесткого антирейтинга у вот этих новых лидеров оппозиции нет. Да, можно 10 раз показать анатомию протеста, что мы там ходим куда-то в американское посольство, а завтра я и Илья Пономарев, мы опубликуем, кто реально является засланным казачком в нашей стране. У кого там капиталы, недвижимость, активы и так далее. Хотели они скомпрометировать Геннадия Гудкова, что якобы он там бизнесом занимался? Получили они отпор с золотыми кренделями. Я думаю, больше они не вернутся к этой практике. Мне кажется, есть еще одна проблема, она очень носит принципиальный характер. Это пофигизм основной массы населения. Я вот с господином Ширгуновым здесь соглашусь. Когда мы говорим 45 миллионов, да, Дмитрий, посещающих интернет-порталы, мы же с вами прекрасно понимаем, это явно не политические сайты. Я так мягко даже могу сказать. Явно, да? Ну, вы знаете, телевизионные программы с самыми рейтингами. На самом деле мы, я сейчас прямо скажу, может, мы щеки надуваем, да? Но с той стороны можно как угодно к ним относиться, там, отмороженные. Они действительно отморозились за последнее время, да? То есть они потеряли вот эту связь, все. А какой бы замечательный, святой человек ни был, если нету обратной связи, интерактива нету, все, он теряется во времени и в пространстве. Но, может быть, и силы, которые готовы менять и изменять ситуацию в стране, также в меньшинстве все-таки? Ну, пассионариев всегда меньшинство. Вот я, знаете, по поводу коррупции, я слышу, знаете, какие комментарии от обычных людей? Что для нас-то новость, что ли, что они там воруют. Да мы знали всю жизнь, что они там воруют. Так люди и говорят. Новости для них нет. Вот это для меня. Юрий, вы поймите, что здесь очень важна критическая масса вот этих пассионариев. Вот она сформировалась сейчас. Всегда будет 1-2% людей, которые меняют всю страну. Всегда и везде перемены двигали единицы. Меньшество. Да, один человек мог. Один человек мог изменить там все сразу, всю страну за некоторое время. Таких примеров в истории массы. Я считаю, что много очень предпосылок для того, чтобы страна изменилась. Во-первых, те люди средний класс, бизнес, даже те люди, которые сегодня, там, чиновники, которые когда-то украли деньги, они сформировали свои капиталы. Наверняка они их куда-то вложили. И дальше их задача, как минимум, не потерять эти капиталы. Это первое. Многие люди прекрасно понимают, особенно бизнесмены, что бизнес, недвижимость и так далее стоит дороже в демократических странах, чем в авторитарных. При этом в демократических странах риски всегда выше. Поэтому во власти в любом случае будет формироваться группа людей, которые рано или поздно поддержат этот процесс. Согласился, если бы миддл-класс, средний класс составлял большинство в России. Второе. Развивается интернет, и я вас уверяю, что скоро появятся новые телевизионные технологии в интернете. Я одним проектом занимаюсь, просто не буду пока говорить, но мы в январе это собираемся запустить. То есть нам надо делать свои медийные, ну не свои, а народные телевидения, например, гражданские телевидения. Вот сейчас провели выборы в Координационный совет, попробовали новую схему, увидели новых лидеров и так далее. Да, пусть пока они там не супер популярны, но рано или поздно вода камень точит, рано или поздно это все изменится. Плюс вот эти поколенческие противоречия, о чем говорил Сергей, они тоже сильно влияют на ситуацию, потому что мы хотим участвовать в политике, мы к этому привыкли. Мы граждане свободной страны, нам нужен независимый суд, нам нужны нормальные политические партии, сильный парламент и так далее. У нас есть идея, ну вы знаете, с Дмитрием Некрасовым мы хотим предложить пакет законов по пенсионной реформе, по расширению инвестиционного портфеля для этих пенсионных фондов и так далее. Мы понимаем, что это важно, готовы взять на себя ответственность. Ну я все равно считаю, что... И все-таки, мне кажется, власть переигрывает оппозицию. Она переигрывает в краткосрочной... Даже не интеллектом, там интеллекта нет. Но наша задача сделать так, чтобы сторонников перемен, я не говорю, чтобы все на улицу выходили, это даже не самое главное будет через год-два. Нам очень важно, чтобы люди просто были активнее, чтобы они боролись с жуликами за чистоту в своих подъездах. Вот для этого, например, Алексей Навальный запустил вот этот замечательный сайт РосЖКХ, есть сайт РосЯма. Я вас уверяю, что я там, например, в Рязани, в Тамбове открывал даже филиалы, и очень многие люди этим до сих пор занимаются. Их становится все больше, больше и больше этих активных людей. А власть создает очередную госкорпорацию, например, по развитию дальнего востока? Ну ничего, значит, настанет момент, когда будет критическая масса ошибок и, скажем так, критическая масса вот этих вот пассионариев, которые захотят все изменить, и у них это получится. Давайте мы сейчас идем на краткий выпуск новостей. Здесь Дмитрий Гудков и Сергей Шаргунов. Письма на финам.фм, там же идет и прямая веб-трансляция. А после новостей давайте и наш многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495, подключим к эфиру. 19.48, реальное время, финам.фм, у микрофона Юрий Пронько, болотный год спустя, что дальше? Сегодня у нас в гостях Дмитрий Гудков и Сергей Шаргунов. Вот эти оставшиеся 12 минут до конца этого часа мы проведем в интерактивном режиме, поэтому высказывайтесь, звоните на 65 10 99 6, код Москвы 495, пишите на финам.фм, там же идет и прямая веб-трансляция, можете пользоваться и моим личным аккаунтом в Твиттере. Алексей пишет. Уважаемая оппозиция, озвучьте ваши реальные дела, которые помогли простым смертным людям. Зачетываю письма, как они приходят, без редактуры. Вижу и слышу только традиционную пустую болтовню, имитацию деятельности. Дмитрий, я хочу, чтобы вы ответили на это письмо Алексея. Во-первых, зайдите ко мне в ЖЖ. У меня есть рутинная работа, помимо того, что попадает в СМИ. Ну, например, там военнослужащим не выдавали квартиру в течение 10 лет. Я с этой ситуацией разбирался, там 4 или 5 семей, сейчас не помню, пятая, по-моему, тоже уже получила квартиру от Министерства обороны. Мы защитили массу гражданских активистов, ну, например, самая громкая история была в Новосибирске, когда пенсионер Кузнецов всем доказывал о разливе нефти, разлив нефти показывал, там, 2000 тонн. А его там избивали, машины там ему, так сказать, корежили. Мы его защитили. Ну, и таких случаев очень много. Плюс я внес достаточное количество законопроектов, которые направлены на изменение избирательной системы. Ну, например, все мои поправки были в законы о губернаторах, о выборах губернаторов. Второй тур – это моя была поправка. Фильтры, к сожалению, мне не удалось отменить, потому что, к сожалению, нет у нас возможности сегодня преодолеть это думское большинство. Я внес два законопроекта. Ну, по большому счету, они направлены на расширение перечня родственников всех чиновников, которые обязаны декларировать свои доходы. Там сегодня у нас по закону только чиновник, его супруга и несовершеннолетние дети. Они переписывают все на совершеннолетних детей и братьев-сестер и проконтролировать невозможно. Вот я этот законопроект подготовил. Подобный готовлю сейчас по расходам также, чтобы отчитывались о своих расходах все ближайшие родственники чиновников. Вот масса там. Закон о государственном регулировании тарифов. Ну, то есть есть, на самом деле, реальные практические дела. Да, ну, просто, к сожалению, вот проблема еще, знаете, в чем? Что людям-то не очень почему-то интересна законодательная деятельность. Вот я пишу пост, например, о том, как меня задержали с Ксенией Собчак. Сто тысяч просмотров. Дальше я пишу, что помогайте. Ну, интригующе. Да, гробит наш. Гудкова-младшего задержали Собчак. Главное, где? Где, да? Я пишу, гробит закон наш о парламентском контроле, который мы там, ну, тогда я еще не был депутатом, Геннадий Гудков это возглавлялся. Мы готовили в течение нескольких лет. Это закон, который бы позволил бы наказывать чиновников. Это закон, который позволил бы мне сейчас помочь всем узникам и политическим заключенным. Его просто выбрасывали в корзину. Я написал пост и говорю, помогайте. И? И, по-моему, 7 тысяч просмотров. Ну, так, ну, вот. А потом еще спрашиваю, где ваша реальная борьба? Никто не прочитал. Сергей Шаргунов. Это проблема. Так, господа, буду просить лаконично сейчас идти. Да, про все тоже. Я не политик, я пишу, но кроме книжек я еще пишу публицистику. И я вижу свою задачу в том, чтобы помогать людям, спасать людей. Сейчас мой приятель Митя Олешковский затеял интересный волонтерский проект, когда в разных СМИ появляются статьи по-настоящему о бездольных, о бомжах, о рабах, об униженных и оскорбленных. Я недавно помог своим соседям по даче, которых выкинули из дома. Это многодетная семья, им негде было жить, потому что обещание власти о том, что многодетным будем предоставлять не просто земельные участки, а еще и с инфраструктурой оказались блефом и бредом. Я написал статью... Я бы сказал ложью. Я написал статью в газете, ее перепечатало несколько сайтов. И вы знаете, люди скинулись и за неделю купили им в подмосковном городе Пушкине дом. И теперь эта семья там живет. И при этом я не хочу этим кичиться. Я вижу это естественной частью просто своей жизни. Но и еще, конечно же, узники. Потому что многие мои друзья сейчас оказались в тюрьме. И не всегда надо, конечно, заниматься благоустройством подъезда, но иногда это очень специфично смотрится, когда ломится в этом же доме тебе с обыском в квартиру. Юрий, знаете, я могу еще просто добавить. Вот одна семья в Сочи проживала там в гараже. Вот, по-моему, на прошлой неделе им дали наконец-то квартиру. Я писал там массу депутатских запросов. Мы, конечно, все, что можем, делаем, помогаем, пытаемся. Но помогая одной семье, ты потом понимаешь, что... А пострадало еще 10, там, 100 и даже тысяча семей. И ты понимаешь, что помочь всем просто не получится. Тем более у тебя там ограничен набор инструментов. Ты оппозиционер. Я себе помочь не могу. Все это прекрасно знают. И для решения проблемы всех граждан, ну, большинства граждан, нужны системные изменения, за которыми мы выходим на улицу, на эти митинги. Да, согласен. Добрый вечер, как вас зовут? Аллег. Да, здравствуйте, как вас зовут? Павел. Слушаем вас. У меня пожелание к Дмитрию Шаргунову. Удачи вам, ребята. И не слушайте вы этих ныдиков и гундосов, которые названивают и ноют, и ноют, и ноют, и ноют. Плюньте вы на них. И желательно побольше в регионы. Вот мы вас ждем, просто ждем. А вы откуда? Вы откуда? Спасибо, Дмитрий. Вообще, вот насчет регионов я абсолютно согласен. При том, что не занимаюсь прямо политической деятельностью, а, например, с книжкой, да, приезжаю в регион. Я вижу, какой вообще интерес, какое внимание оффлайн. Интернет интернетом, но ничто не заменит живое общение и живого разговора. Здесь важно даже не самому высказываться, а просто услышать других людей. У кого-то мобильный телефон на водку дают на эфир. 65 10 99 6. Главное, чтобы не напила. Дмитрий Гудков и Сергей Шаргунов. Вечер добрый, вы в эфире, Алё. Здравствуйте, меня зовут Сергей из Москвы. Да, Сергей. Я хотел бы ответить вот человеку, чей вопрос вы зачитали из письма. Такое впечатление, что эти люди считают, что есть власть, есть оппозиция, а они, народ, стоят где-то сбоку и смотрят и выбирают между властью и оппозицией. А нужно понимать, что оно не так. Ты сам должен примкнуть, либо туда-либо сюда должен сделать выбор за себя и решить, а ты кто? Ты хочешь того, что есть, или ты хочешь что-то изменить? И ты сам должен становиться той самой оппозицией. И не выбирать среди кого-то другого, который за тебя исправит твою проблему. Вот как-то так. Да, спасибо. Ну, кстати, здесь еще много писем из регионов. Вот несмотря на то, что мы эфирно только здесь ищем. Интернет, конечно, из Самары и Новосибирской. Вот именно такие люди все поменяют в нашей стране. И чем больше их будет, тем быстрее произойдут перемены в нашей стране. Вам спасибо большое. Очень правильный подход. Может быть, я романтик. Я считаю не пустым, а важным словом народовластия. Вот, казалось бы, это слово очень старое такое, истрепанное. Но на самом деле такой порыв был в нашей стране где-то 20 лет назад, а то и больше. К сожалению, все это схлопнулось. И без осмысления того, как это происходило, а ведь это происходило не вчера, а даже позавчера, как постепенно развивался процесс захвата власти чиновничеством, коррумпированным олигархами, силовиками и прочими. Как происходило отсечение граждан от возможности влиять на историю и на события. Так что люди действительно сейчас равнодушные, плюют на всех, потому что никому не верят. Человек даже соседу своему не верит. Вот как вернуть людям доверие, об этом стоит размышлять в первую очередь. Согласен, я это, правда, называю демократией, да, в силу своих правых взглядов. Хорошее слово. Самое страшное, что еще к этому можно присовокупить, да, и слово реформа, и инновации, модернизации, у нас все девальвировали. Все, что можно здраво было девальвировать, девальвировать. Самое страшное еще то, что госпропаганда занимается не просто очернением демократических принципов, она превращает демократию в фетиш. И причем это, я знаю этих ребят, в курилках они очень умные, кстати. Но коллективы все знакомы между собой, журналисты, Сергей, подтвердите мои слова, да. Но я им говорю, слушай, ну тебе не стыдно, вот, и дальше я пропущу, потому что идет выпадение из зоны русского литературного языка. Мне человеку не стыдно. Он отдыхает во Франции, он отдыхает в Испанию, отдельные персонажи летают в Италию каждую неделю, да. Ты знаешь, что показал этот год? Вот последнее, что я замечу в программе, то, что есть большой вес личности. То, что быть личностью очень сложно, что быть личностью требуется огромное мужество. Но, с другой стороны, именно личный поступок и репутация оказались ярко высвечены именно в этом году. И стало понятно, что к тебе устремлено множество глаз. И тебе решать, как поступать. Еще пару звонков успеем принять, если будем лаконичны. Вечер добрый, вы в эфире. Добрый вечер. Ну, по поводу болотных площадок... Как вас зовут, простите? Меня зовут Владислав. Да, Владислав. По поводу болотных площадок сказать, что, ну, конечно, молодцы ребята, но это напоминает историю 1905 года, когда революция началась, а потом власть медленно и постепенно ее задушила, и тихо и спокойно. Ну, скажем так, рано или поздно хлопок, конечно, в нашей стране будет. Хлопок это будет достаточно громкий, и личность, которую власти будет, они, конечно, поплатятся за то, что они сейчас сделали с нашей страной. Но, чтобы этот хлопок случился, должны быть какие-то кардинальные, не знаю, ну, как в 14-м году началась война. На текущий момент такого хлопка я не вижу, это первое. Во-вторых, нету лидера в стране, альтернативного лидера, и нету руководящей силы. Когда это подъявится, дай бог, чтобы это появилось в ближайшее время. Но, к сожалению, на текущий момент этого нету. Да, спасибо, Владислав. Были таки стихи у Маяковского, уже упомянутого, в Терновом венце революции грядет 16-й год, он на один год ошибся. Не дай бог нам Терновых венцов, именно поэтому основной-то мой спич адресован, повторяю, власти. Чтобы не произошло больших потрясений, нужно соображать уже сейчас. Думайте головой. Есть вызов общества, а, к сожалению, ответ репрессивный. Дмитрий Гудков. Хочу по поводу лидеров добавить. Ну, понятно, что настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. И за последние 12 лет это была просто выжженная земля. Просто вытаптывали, делали все, чтобы никакие лидеры у нас альтернативные не появились. Но они сейчас появляются. Просто пока год прошел. Подождите немножко. Если граждане изменятся, то, я вас уверяю, и лидеры появятся. Я думаю, что они уже появились. И на самом деле, посмотрите, как лица обновились в последнее время, за последний год. Слава богу. Я надеюсь, что то же самое будет в регионах. Кстати говоря, я очень хотел бы возглавить вот это направление в Координационном совете. Буду предлагать. Хочу именно заняться региональной политикой. Потому что, мне кажется, очень важно сделать сейчас опоры на регионы. Потому что в Москве, в принципе, ситуация сильно поменялась. Я думаю, что у оппозиции будет шанс в 2014 году вообще победить на выборах и парламентских, а потом еще и победить на выборах мэра Москвы. Спасибо вам огромное. Дай бог, чтобы действительно мы не попали в ситуацию. Мы все, да, и те, кто во власти, и не власти, и в оппозиции. Знаете, когда мы пройдем черту невозврата. Вот я никому не желаю. И наши дети. И вот этих всех революционеров. Я тоже. Ребята, остановитесь. Но в первую очередь, вот это остановитесь. Я адресую так же, как и Сергей Власти. Ну, башкой надо думать. Спасибо всем. Дмитрий Гудков, Сергей Шаргунов. Реальное время. Финам. Финам.